всем привет вы на канале автозвуки сегодня наш обзор будет посвящен автомобильным держателям для смартфонов и в принципе сейчас перед вами достаточно широкий модельный ряд одного из производителей такой продукции бренд имеет очень интересное название кто-то читает его как хокко но мне кажется что более правильно читать золку поэтому с вашего позволения данное крепление я буду называть именно так в модельном ряде есть разные крепления современные магнитные смесь магнитных креплений с вакуумной присоской и классические вакуумные присоски с боковым зажимом но начнем мы пожалуй самых необычных и нестандартных модель называется rmc 07 это своеобразный силиконовый коврик с такими же мягкими упорами для смартфона в принципе в этих упорах смартфон держится достаточно надежно и на торпедо автомобиля такой держатель тоже должен фиксироваться плюс минус надежно за счет того что его внешняя сторона имеет слегка липкую структуру если коврик через какое-то время перестанет липнуть его можно промыть теплой проточной водой и в принципе его адгезия восстановится для того чтобы это крепление повторяла контуры и изгибы торпеда имеются специальные насечки которые придают держателю или коврику возможность изгибаться под разными углами правда из-за того что коврик поставляется маленькой коробочки он немножко деформируется и поэтому понадобится время для того чтобы он восстановил свою правильную форму но все таки держателем на каждый день этот коврик навряд ли станет скорее всего он будет храниться в бардачке либо подлокотники извлекаться туда только в случае необходимости оптимально использовать такой фиксатор на автомобилях с ровной торпеда либо на автомобилях где в торпеда имеется такая небольшая выемка под документы или смартфон там этот держатель будет чувствовать себя лучше всего следующие две модели имеют более классическую конструкцию это держатели предназначенные для установки на дефлекторы воздуховода они в принципе имеют примерно одинаковые габаритные размеры и точно одинаковую минимальную и максимальную ширину захвата от 55 до 87 миллиметров смартфон фиксируется боковым зажимом и у каждой модели здесь есть специальные силиконовые вставочки для более надежной фиксации основное отличие заключается в способе установки на дефлектор у 0 1 модели здесь своеобразная прищепка также с силиконовой вставочкой и шарнирный механизм телефон можно вращать в книжную альбомную ориентацию также немножко изменить его угол наклона у сотой модели предусмотрена только возможность вращения вокруг оси угол наклона не меняется установка на дефлектор производится с помощью такого резинового устройства с прорезями разной ширины то есть для решеток большего и меньшего размера дальше мы поговорим о самых популярных на сегодняшний день магнитных держателях именно поэтому их модельном ряде больше всего самая простая базовая модель называется c10 это обычная шайба с четырьмя магнитами которые закрыты резиновой накладочкой защищающий телефон от повреждений о сами магниты здесь не предусмотрено никаких регулировок крепление статично и устанавливается на дефлектор воздуховода но подходит для решеток разной толщины есть более толстая и более тонкая прорезь комплектуется держатель сразу двумя пластинами то пластина большего размера прямоугольной формы и меньшая пластина как раз по диаметру самого держателя эти пластины можно клеить на смартфон либо просто разместить между смартфоном и чехлом следующий держатель называется c40 он имеет такой же способ фиксации как и предыдущая c10 модель здесь просто фиксатор на решетке разной толщины но этот фиксатор размещен уже на шарнирном механизме с возможностью фиксации соответственно смартфон можно вращать и изменить его угол наклона также в отличие от c10 модели здесь немножко другая форма не круглая прямоугольная в принципе это ни на что не влияет кроме дизайна ну и последнее отличие 40 модель комплектуется всего одной стальной пластиной которую также можно приклеить на корпус смартфона либо просто разместить между чехлом и смартфоном c44 это своего разновидность сороковой модели здесь все примерно также прямоугольный держатель всего одна стальная пластина шарнирный механизм но устанавливается этот держатель с помощью двухстороннего скотча в принципе в любом удобном месте и если вы не особо переживаете за то что например остатки скотча останутся на торпедо то такой способ фиксации может быть достаточно надежным к тому же этот держатель можно например приклеить на стекло во всем остальном он ничем не отличается от предыдущей 40 модели модель c60 в принципе практически полный брат-близнец 40 модели здесь отличий нет практически никаких за исключением габаритных размеров самой площадки она немножко меньше и тоньже также 60 модель комплектуется двумя стальными пластинами одна круглая вторая увеличенного размера и последняя модель маркируется c70 в принципе это держатель имеет очень нестандартную форму и в этом его основное преимущество фиксация производится на дефлектор воздуховода с помощью вот такой вот очень мощной прищепки снять и установить крепление можно элементарно одним движением руки при этом на самой прищепке сверху и снизу предусмотрены силиконовые накладки которые придают дополнительную жесткость фиксации но также не будут повреждать пластик на дефлекторах еще одна силиконовая накладочка имеется в верхней части крепления для того чтобы держатель не повреждал верхнюю решетку которая находится над самим креплением во всем остальном это очень такое красивое изящное крепление с двумя стальными пластинами в комплекте c70 модель поставляется в трех цветах золотистом черном и серебристом все они стилизированы под полированный алюминий поэтому в принципе крепление можно подобрать под интерьер практически любого автомобиля модели c45 и c65 в принципе выглядят как братья-близнецы они устанавливаются в автомобиле с помощью вакуумных присосок это очень надежная липкая присоска которую можно установить абсолютно на любую поверхность даже шероховатую будь то торпеда или стекло внешне каких-либо конструктивных отличий здесь не наблюдается за исключением дизайна и габаритных размеров самой площадки оба держателя имеют гибкую ножку которая позволяет немножко изменить наклон смартфона также корректировка угла наклона смартфона и его поворот осуществляется с помощью шарнирного механизма каждый держатель комплектуется двумя стальными пластинами компактной круглой и увеличенной прямоугольной и последняя завершающая модель называется rm c30 это своего рода классический держатель на вакуумной присоски который можно в первую очередь порекомендовать для автомобилей с очень таким большим наклоном лобового стекла и глубокой торпеда где держатель устанавливается достаточно далеко от водителя и необходимо затем смартфон максимально близко подвинуть к водителю в данном случае у нас есть выдвижной механизм с возможностью фиксации для того чтобы выдвинуть смартфон вперед и также при необходимости эту ногу можно попробовать перекинуть в обратную сторону и таким образом приблизить смартфон к водителю максимально присоска здесь очень надежная она выполнена из такого липкого материала поэтому ее можно установить как на торпеда так и на лобовое стекло каждый узел имеет свою собственную фиксацию с помощью зажимных механизмов то есть мы можем зафиксировать телескопическую выдвижную направляющую можем зафиксировать направляющую которая позволяет нам изменить угол наклона и также есть еще фиксация шарнирного механизма по ширине самого захвата здесь диапазон следующий 50 миллиметров это минимальная ширина и 90 максимальная даже очень большой смартфон в этот держатель поместится без проблем на этом у меня как обычно все все свои важные возражения и пожелания обязательно пишите в комментариях но перед этим не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал